Всем привет, с вами Эмбра, в этом видео мы с вами уже доиграем до 2077 года и посмотрим, как будет выглядеть мир в эту дату, а также посмотрим, какие события будут на пути достижения её нами. Насчёт, кстати, Советского Союза, там правильно подметили, в лоре киберпанка он не развалился, а у нас он собрался, но хоть каким-то местом здесь киберпанк повторяется, на один процентик, но повторяется ж ведь. Если вы ещё, кстати, не подписались на канал, то рекомендую это сделать и поставить колокольчик, тогда я буду вам благодарен вдвойне. А мы сейчас перешагнули на 2017 год, 1 января. Советский Союз проиграл, его захватили. Сначала, как мы видели, он тащил, тащил прям конкретно, захватил половину, правда, Польши, но дальше уже пройти не получилось. Италия тоже остановила натиск Советов, ну не только Италия, конечно, весь Альянс, но просто с их территории как раз-таки началась контратака. Что случилось с Советским Союзом? Здесь у меня стоит мод, который перекрашивает марионетки в цвета своих сюзеренов, и можно сейчас предположить, что Беларусь, это не Беларусь, это протекторат Осланд. Является марионеткой Германии. Инвестирует тяжелую промышленность, кстати. Украина. Украина является марионеткой американцев, и тут Зеленский сидит. Ух, ладно, давайте двигаемся дальше. Советский Союз. Марионетка тоже Германии. Олег здесь правит, нейтралитет, зеленые у власти. Ничего такого здесь особенного нет. Хотя влияние, посмотрите, 30% у Китая на Россию оказывается. Американцы только 18%, Германия 18%. Как у Китая оказывается столько влияния на Россию? Они прям конкретно России занимаются, все очки впихивают в нее, что ли? Фига себе. Ну, Китай как-то очень быстро в прошлом видео слился, чисто ради сюжета, походу его быстренько убрали и все. Хотя я очень бы хотел понаблюдать за ним. Так, Туркестан, кстати, марионетка американцев, да. Казахстан, марионетка французов, цвета просто немного похожи. Монголия, американцы, Пакистан, американцы, это что такое? Белуджистан, американцы. Иран, Германия, ну и все, что серое здесь, это Германия. Кстати, Армения, вы посмотрите, марионетка у нас. Германия, но при этом Карабах у нее. То есть это прям не автономия, а целиком территория. И заметьте еще, Нахичевань тоже у Армении. Причем это сделали немцы. Они эти земли поддавали ей в прямое управление. Правит здесь, кстати, тоже зеленые. А вот насчет Азербайджана, ну ничего ему тут не передавали. Потому что не могли. А Азербайджан находится в составе Советского Союза. Заметьте, нет ралитет, но название Советского Союза такая осталась. Немцам очень сильно понравилось, наверное. Ностальгирует по прошлому. Ну, в России сейчас будет, значит, еще больше нефти. Также есть Чечня, это марионетка у нас Франции. Осетия, Абхазия, марионетка Германии. А вот Грузия досталась французам. Читание решили не объединять ее тоже. Сирия, кстати, огромная. Ей отдали часть территории Турции. А сама Турция марионетка Германии. Сирия американская. А исламское государство сейчас находится под контролем Японии. Очень сильно оно им понадобилось. Нет, ну хотя с другой стороны здесь нефти много. Ну, а здесь нефти еще больше. Но это у нас Катив. Независимый, кстати, его просто выделили отсюда. Хиджас, марионетка Франции. Прямо японцы сейчас будут нефть отсюда качать. И это тут западная идеология консерватора. Корея, кстати, забрала часть территории Северной, но немножко оставила. Ну, как оставила? Походу немцы просто отжали эту территорию у корейцев. В итоге не смогли объединиться полностью. Воз иностранных автомобилей. А что, своих что ли? А, ну, Северная Корея. И здесь вон поставили тоже зеленых. Не пау. То инвестируют в биотопливо всякие талибы. В Туркменистан он тоже в топливо инвестирует. А, кстати, это марионетка американцев. Тот уже не Ниязов. Хотя он был вообще этот красавчик. То биотопливо, то зеленый везде. Че себе. У нас что ли экология в мире поправится? Да, вы посмотрите. Кыргызстан. Аграрная рабочая партия Кыргызстана. Узбекистан. Экологическое движение Узбекистана. Немцы с ума посходили и начали везде продвигать свою повесточку экологическую. Не, ну, как бы это тоже благое дело. Через войну такое навязывать. Зеленые Сербии. Косово. Партия зеленых Косово. Жесть. И, кстати, в Беларуси ведь тоже зеленые. А насчет Южной Америки. Боливия это марионетка Кореи. О, какой мужик здесь. Как будто дровосек какой-то. Ха, кстати. Вот это у нас Эфиопия. О, дамочка здесь правит. Марионетка Американцев. А вот тут образовалась еще одна Сомали. Этому миру так было мало. Сомали, Сомалиленд. Куча всего. И они сделали еще одна Сомали. Мало здесь приколов у них. На востоке Африки. Вот они еще одна сделали. Марионетка Германия здесь тоже зеленая. Теперь у нас будет экологически чистая Сомали. Население здесь, кстати, хорошее. Почти 8 миллионов. А здесь прям несколько миллионов, может, наберется. Так что тут неплохая страна в итоге выходит. Но вы не видите здесь ничего странного. Просто посмотрите на эту карту. Заметили, да? НАТО и Содружество. Короче, Содружество. Это американский альянс. Вон сколько стран входит в него. А вот альянс НАТО возглавляет у нас Франция. Ну, не Литва, конечно же. А почему не Литва? Отобрали лидерство. Ну, ладно. Инвестиции биотоплива. Да я не понял. Они прям реально все сумасшедшие. Они прям все с ума подсходили. Не, ну, конечно, я поддерживаю экологическую повесточку. Но чтобы прям вообще вот так вот? Капец. Так, и, в общем, из-за того, что Франция под цвет, блин, американцев, немного оно все сливается. Ну, может, скоро лидерство переключится. И мы будем наблюдать все это нормально. Потому что тут сложно комментировать, что происходит. Все одного цвета. Ладно, погнали дальше. А в Украине сейчас пришли к власти националисты. Олег Ляшко. Партия Свобода. Значит, мы видим то, что здесь Украина прочертила себе линии наступления на Беларусь и Россию. Кстати, Беларусь переименовалась. Она же была Осландом. Ну, ладно. Это не важно. Важно то, что сейчас, походу, будет махач начинаться между НАТО и вот сотрудничеством. Что, опять же, два альянса, которые явно не устраивают друг друга. При этом американцы являются членом НАТО. И если напасть на американцев, должно будет образоваться НАТО. Или должно быть заступиться за американцев вот это НАТО. Так, а если у них еще и свой альянс. Милленинда, он, конечно, вот этим вот удивляет. Они придумали такую механику оборонительных альянсов. Когда ты можешь еще создать и наступательный, у тебя будет два альянса. Ну, сейчас вон Россия, да, Беларусь. Ремонтом построек занимаются. Потому что это пока что самое важное после войны. Кстати, Беларусь банкрот. А насчет России? Россия тоже банкрот. Ну, конечно, такое пережить. Столько денег было бабахано в том, чтобы собрать Советский Союз воедино. А потом, бац, еще и в войне проиграть. И Украины банкрот. Ясно. Не, они прям вообще собрались реально воевать. А для школа дрождает украинский флот. А тут прям, походу, да, назревает. Так, значит, я отошел от компа. Вернулся. Сейчас январь 25-го года. И что мы видим? То, что здесь все одного цвета. Значит, кто-то фиолетовый является Сузереном для всего этого? Нет. На самом деле, здесь образовался у нас Европейский Союз. Так вот, вот эти страны, они тоже поступали в Европейский Союз. Потому что они являются маринетками американцев. И они такие, ну, блин, ребят, ну, давайте тоже к нам. Так уж и быть, как говорится. А вот, и они взяли из Советского Союза тоже в Европейский Союз. Сколько что-то союзов на один квадратный метр. И при этом Советский Союз присоединил Украину. Он ее присоединил миром. Потому что, если бы это сделал он через войну, то явно бы американцы как-то... Или подожди, нет, они воюют. Подожди-ка. НАТО воюет с содружеством. Смотрите. Я камеру просто не отдалил. Сразу комментировать начал. Да, все-таки Советы, получается, прошлись. Захватили Украину военным путем. Ну, понятное дело, Советы не в одиночку это сделали. Потому что тут, как бы, победители тоже помогали в этом. Советы сейчас по войскам, дивизии... Слушай, а быстро они поправились, а? 190. Как бы, ладно. У Казахстана 9 просто. Ну, Советы, конечно, молодцы. Но сейчас здесь им на востоке как-то прям тяжеловато. Потому что китайцы и американцы вместе вон проходят. Да и Монголия тоже. Туркестан. Да и потихонечку захватывает Дальний Восток. Но, опять же, это территория такая. Здесь нельзя судить. Кто сильнее, кто слабее. Да и тут тоже такие себе земли. Когда будет фронт находиться на более-менее нормальном участке, там уже можно и судить, кто сильнее, кто слабее. Но американцы Украину защитить не смогли. Это уже, как бы, минус. Для них отча. МИД Ромни. Один из четырех детей, рожденных руководителем автомобильной промышленности. Туда-сюда набожный мормон и твердо верящий в экономику и консервативные семейные ценности. Оу. Обещает использовать свой многолетний опыт ведения бизнеса для сокращения госрасходов, увеличения военных расходов и снятия ограничений. Наложенных на Уолл-стрит и крупные корпорации. Фига он экономист. Так он еще и прям консерватор. Да, консервативные ценности. То есть, повесточка, которая сейчас у нас продвигается в нашем мире, в нашей истории, в Америке сейчас невозможна. Да, хотя, может, президента у них никто не слушает. Но, судя по его, как бы, описанию, он против такого. Кстати, а тут какие-то выставки мы наблюдаем. А, французы хотят, да и немцы тоже, захватить Тайвань. Хотя бы один Китай убрать, а второй уже, ну, то попозже. Хотя бы один давайте уберем. Ну и КНДР тоже захватили. Япония в НАТО, но сейчас ей тут как-то прям тяжеловато. Но это неплохой плацдарм, чтобы здесь все захватывать. И НАТОвцы будут помогать Японии, получается, захватить Китай. Но в Европе все спокойно. У них все сражения идут очень далеко. Так, подожди-ка, я это тоже не заметил. Вот, как точно. Я вот прям просто предсказатель. НАТО. Американцы все-таки сделали еще одно НАТО. Так, подожди, а это содружество возглавляет Китай. Ах, жесть. Канада, Боливия, некоторая Африка, Филиппины, да, Австралия, С Новозеландия, они находятся в альянсе с Китаем. И он, кстати, независим, он же был марионеткой британцев. А сами британцы, они же улетели в это. Понятно, Китай сейчас получается отдельная сила. Но они воюют вместе с американцами, они тут плюс-минус союзники. И право прохода тоже есть, поэтому мы здесь и видим американцев. Я поэтому и предположить не мог, что вдруг Америка создала еще одну НАТО. Еще один свой альянс. А в этом НАТО кто находится вообще? Слушай, да, многовато странно. Ну, топ-марионетки в основном. Ну, в общем, объединим эти два альянса в один, потому что тут они делают одно и то же. Давайте прыгаем сразу же к 34-му году. И что мы здесь наблюдаем в Европе? А Польша пропала. Здесь часть ее вошла в состав Германии вообще. А вот остальная часть вошла в Беларусь. И, кстати, это теперь называется Остланд. Но уже не протекторат, а теперь вообще Рейхкомиссариат Остланд. Пришли к власти националисты. Ну, кстати, это поздняк. Мы его знаем, да, прохождение же было. Здесь тоже Балканы в Европейском Союзе. А вот Венгрия, Словакия и Астрия нет. Они вообще никак в это все не вмешиваются. Самые здесь адекватные ребята. По поводу Азии. Здесь Китай продавили. Кстати, вполне себе быстренько. Северная Корея оккупировала Манчжурию. Часть Китая северного вместе, конечно, с Пекином. Ну, и Южную Корею тоже. Она сделала это не в одиночку. Естественно, помогали. Хотя 49 дивизий, это вполне себе неплохо. Но Китай был прям совсем слаб. Там все держалось на американцах. Но из-за того, что Китай и американцы были в разных альянсах, не очень там все гладко у них было. Американцы не очень хотели защищать то, что не является их союзником. А остальную часть захватила себе Япония. У нее это наконец-то получилось. И вон Тайвань тоже. И тут какие-то минусы. Индия во всем... Да, в этой движухе никак не участвует. Здесь, кстати, национализм. Так что вполне движуху можем какую-то увидеть. Здесь Иран, он... Подожди. Портрет очень похож на... Ладно. Иран. Он скушал Туркменистан. Тот самый Белоруссистан. И еще и Пакистан. И теперь он такой вот. Но, конечно же, вон на Западе раздроблен очень сильно. Посмотрите. Оу. Это марионетки все. Германии. Захотел на раздробить Запад. Ну, Азербайджан. Вот он как бы. Одного нету, зато есть хотя бы вот этот. Уже неплохо. А Турция захватила Сирию. И, кстати, и Болгарию тоже. По альянсам можно сейчас посмотреть. Содружество, конечно, осталось. Его кто возглавляет? Канада. Угу. По странам здесь же как бы еще есть Перу, Эквадор, даже Панама. Кстати, он контролирует Панамский канал. Это очень важный момент. Ну, и эти страны поставались. А также, чего? Руанда тоже в Содружестве. И у нее есть марионетка. Это конголезское объединение за демократию. О, да. Тут, конечно, западная идеология. Но, правда, Жюзаре, он является националистом. Выборов нет. Хотя, на самом деле, при национализме же может быть и демократия. Мы как-никак за Японию играли. Мы там построили националистическую страну. Но у нас была демократия. Ну, вполне себе. Не прям идеально, но была же. Мы переносимся сейчас в 42-й год. Сентябрь. Я здесь вот понять не мог. Чего это за фигня? Чего здесь за битвы такие происходят? А это, оказывается, на территории Венгрии находится сейчас польские дивизии. Польша-то он захватили. Она отступила, как смогла, на территории Венгрии. Здесь правопроходы есть. Венгрии, он хорошо сотрудничает с НАТО и с Содружеством. Но не вступает в этот альянс, потому что понимает, что если они это сделают, то им конец. А это что такое? Германия, Чехия. Что? Подожди. Чешская республика. А, Германия, что Чехия тоже захватила. Хотя они вроде как были с союзниками. Вау, подожди. Ничего себе, это что за Германия такая получается, а? Чехия же была твоим союзником вроде как. Значит, они еще и с чехами воюют. И битвы происходят на территории Венгрии. Потому что правопроходы, я так понимаю, есть и у этого НАТО, да? Бельгия, Германия. Оказывается, венгры всем пораздавали правопроходы. И на их территории может любой прийти и сражаться друг с другом. А венгрии будут стоять и смотреть. Представьте себе просто эту картину. По механике игры это вполне возможно. Население здесь явно недовольно. Но его никто не спрашивал, судя по всему. А Австрия? Не, Австрия нормально. То же самое касается Словакии. Они здесь ничего не делают. А Венгрия что-то решила поугарать. Кстати, аж тогда Уйгуров присоединил уже к себе Казахстан. Получается, он вот такой вот у нас. Ну, для Уйгуров, наверное, это лучше, чем быть под Китаем. Все-таки, да, тут бесспорно. А это же такое Узбекистан. А зачем тебе Аксайчин? Ну, ладно, если хочется. Можно... А Таджикистана, кстати, нету. Таджикистан находится в составе Узбекистана. Да, и такое бывает. А насчет КНДР, все-таки, они передали эти земли Японии. Потому что, ну, понятно, что КНДР такая маленькая. И содержать здесь гарнизоны, ну, явно бы у Кореи этого не получилось. Хотя людских ресурсов у них дофиге еще, на самом-то деле. А по снаряде мне вот интересно. Они бы осилили? Не, у них минусы. Они бы не осилили. Так что японцы, смотря, японцы, интересно, осилят. Весь Китай это удержать? Да, японцы осилят. У них с этим... Ну, чуть-чуть получше просто ситуация. А вот сейчас у нас тут Босния, да Хорвать. Вот у Сулафитов этой Босния, ничего себе. В общем, они вступили в Содружество. И как бы теперь их НАТО прижимают с двух сторон. Здесь и спереди, и сзади. Явно их захватят. Долго они тут, интересно, пытаются стоять? Чехи, вон, пришли через Венгрию на их территорию. Это, наверное, плохая все-таки идея. Тут они умно поступили, когда сбежали в Венгрию. Но вот уходить сюда, вот, это такой себе. Уже, кстати, игрушка прям лагать начинает конкретно. 49-й год, как-никак. Кстати, кто после предыдущих видосов попытался тоже всякие там рекорды осилить? Какие-то максимумы в итоге получились. Ну или, в принципе, кто максимум доигрывал, до какого года. Интересно будет глянуть. А здесь битвы все-таки да происходят до сих пор. Да, тут они долго держаться не будут, в любом случае. Посмотрите, какая толпа здесь. Серьезно, зачем было так поступать? Теперь у нас на дворе 52-й год. И посмотрите, в Сербии какая сейчас стала. Ну, почти Югославия получается. Ну, конечно, без помощи Германии вряд ли бы здесь что-то получилось. Но, что есть, то есть. Так, на самом деле, сейчас холодная война шла достаточно долго. В Чаде восстание. Ясно, салафиты восстали. Но это ладно, тут у Чада очень много дивизий, он, скорее всего, победит. Здесь была очень долгое время холодная война, потому что, ну, телодвижения никаких тут не происходило. Но потом началась движуха. Посмотрите, Япония сделала высадку в Австралию. Уже некоторых здесь земли захватило. И меня вот что интересно вот позабавило, так это сколько здесь хаотично расставленных укреплений. Вы просто посмотрите на это. 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1... Это точно не фокусы. А может и фокусы, я не знаю, какие там стандартные. Или особенные, может, у них. И тут еще на территории Японии тоже дофигища. И главное то, что сейчас Австралия не может осилить починку этих всех укреплений. А интересно, Новая Зеландия тоже таким балуется? Нет, это только в Австралии. На территории, которые захватила Япония, тоже дофигища таких. Австралия решила превратиться в Албанию потихонечку. И здесь, кстати, Япония тоже захватила вот эти земли. И также она сделала высадку еще в Аляску. Наконец-то. Я думал то, что здесь вообще высадок не будет происходить. Но на самом-то деле, посмотрите, сколько здесь прорисовано высадок. НАТО начинает уже хоть что-то делать. С Бермудом он даже... О, подожди, НАТОвцы здесь еще. Италия вон сделала высадку. Косичку здесь захватили итальянцы тоже в Нью-Йорке. Это у нас... Не, Италия прям вообще капец. Нормально. Нью-Фаулэнд. Ну, здесь вон Дания. Это плацдарм. И, кстати, Италию, вы посмотрите тоже на... Ну, на Вуд. На Северные острова сделала высадку. И сюда перекинули кучу других дивизий-союзники. И сюда теперь они пытаются ударить через Гудзонов залив. Ну, как бы, почему бы и нет. Да, прям красотень здесь разноцветная такая. Ну, и здесь тоже Италия. Япония и Италия сейчас, конечно, молодцы. Хоть делают нам контент. Ну, и не, Франция тоже высадку сделала. Ну, ладно, все, Франция тоже молодец. Август 54-го года. Итальянцы сейчас сделали высадку сюда, вот в Миссисипи. Также французы, ну, итальянцы тоже помогли с Флоридой разобраться. Тут скоро американцев прижмут прям конкретно. Это может быть котел даже. Отсюда уплыть не получится. Дальше, в Нью-Йорке. Закрепиться, конечно, здесь не получилось. Понятное дело, это был котел. Морской базы же ведь нету. А это что такое? Это котел. Это точно котел. Они отсюда не выберутся. А это плацдарм, потому что морская база есть, там же они поступают. Хотя, если сейчас японцы отсюда выбьют, то это конец вот этим вот дивизиям. Здесь же, ну, Ньюфаун, конечно же, удалось удержать. Сделала Япония высадку вот сюда, в Новую Шотландию. Ну, и она хорошо здесь укрепилась. Дивизий много, и они себя прекрасно чувствуют. Корейцы, кстати, вон тут. Располагаются сейчас на территории Канады, но у них оснащение просто нулевое. Ну, потому что страны нету, производить снаряги не получается. Аляска. Ну, здесь японцы просто стоят. Просто стоят и, походу, истощают сюда. А тут картели, кстати, вовсю туда-сюда ходят. Не знают, чем заняться мексиканские. Хотя, на самом деле, на их территории тоже делают высадки. Здесь, ммм, это котел. Да. Французы сделали высадку, но их сейчас просто возьмут да закроют, уничтожат. Неплохое такое количество дивизий, 11 штучек. И здесь еще 12-е. В Баху тоже сделана была высадка японцами и итальянцами. Тут пробиваться, конечно, тяжеловато. Скорее всего, выведет их отсюда. Но, в любом случае, я вижу уже, как Америка проигрывает. Юкатан, кстати, итальянцы тоже захватили. О, подожди-ка. Они захватили еще и Бразилию вместе с Перу и Боливией. Да, вот так вот. Так что здесь американцам осталось совсем недолго. Эфиопия находится сейчас... О, здесь уже другой мужик. И Сомали все-таки вошло в состав этой Эфиопии. Вот это Сомали, которое было. Ну, благо, она не имеет доступа к своим противникам. И поэтому она здесь живет. Так бы ее сто раз бы захватили. По потерям, кстати, давайте сейчас посмотрим. Вау. НАТО, американское которое. Оно потеряло 42 миллиона. А НАТО, которое европейское, потеряло 67 миллионов. Содружество здесь, я так понимаю, оно не учитывается. Так что потери эти не точны, так как от Содружества здесь нету расчетов. Я так понимаю, да. Но, тем не менее, тут можно прикинуть и понять то, что потери больше 100 миллионов. Притом, это в условиях современной войны. Где потери явно не должны быть большими, потому что воюют уже техникой. Они ходят толпа на толпу, как в Первой и во Второй мировой. Тут уже решает техника. Но, тем не менее, война идет очень долго, десятилетиями. Поэтому такие потери собираются в итоге. Дивизий у американцев очень мало. В одной только Японии в два раза больше практически. Так что, да, тут им конец. Это 100%. 55-й год. У американцев сейчас остается 175 дивизий. Ну, кстати, неплохо. Я думал, они посеют к этому моменту намного больше. Так вот, картели уже почти все захватили. Калифорния тоже под Францией. Япония сделала высадку в Сан-Франциско и укрепилась тут. Насчет Аляски до сих пор стоит. Ничего тут не происходит. Но зато войска, как бы, американские стягивают его союзников. А из-за того, что у них их немного, то это играет большую роль. Советский Союз захватил честь Канады даже. Вау. Ну, в общем, здесь остается совсем немного до окончания этой войны. Потери 45 на почти 70. Кстати, остров Святой Елены. А кто здесь? Елена. А, Лиза. Что за подстава? Еще и в Запад выходит. Ясно все с ней. Так, насчет Америки. Ну, все, она пала. И она стала марионеткой Германии. В Германии правит Ангела Меркель. Там же был мужик. А сейчас пришла Ангела Меркель. Прям наготовенькая. Здесь образовалась новая Англия. Она, кстати, ничейная. Ее просто выделили. Влияние американцев неплохое. Почти 20%. Техас тоже независим. Калифорния тоже независима. Че? С Марокко он. Ленд-лист проводит нормально. И Каскадия тоже здесь образовалась. Торговля с соседями. Ну, потихонечку будет развиваться. Но американцы сейчас явно в тильте после такого. Ну, хотя бы не раздробили еще сильнее. Какого-нибудь кэша нету. Уже пусть радуются. В Мексике появилась Рио Гранде картель. Кстати, никуда не делись. Че все так любят эти картели? Ну, понятно, в принципе. Ладно. Это марионетка у нас Италии. А это марионетка Германии. Каждый выбрал себе по картелю. Мексика. Ее никто не трогал. А это тоже картель. Марионетка Италии. Юкатан, кстати, стал независимой. Бразилия. Марионетка у нас. Франция. Перу. Марионетка. Италия. Боливия под Японией, кстати. О, какой мужик. Ну, Фиопия ее хоть никто не трогал. Но она была вынуждена сдаться. Потому что, ну, она на мирной конференции была в роли бездействующего лица. И ее в итоге здесь раздробили опять. Основная часть это итальянские земли. А это ее ПРС. Это Жама Афрах. Ты че? Серьезно? Исламское государство Сомали. Марионетка Германии. Ангела. Слушай, он как так получается, интересно? Еще здесь влияние Китая 70%. Че, экологии уже никому не интересно, да? Раньше все что-то по экологии с ума сходили. А теперь что-то вот это вот получается. В ЧАДе до сих пор это восстание происходит. Китай, кстати. Здесь образовался. Ну, Япония решила не мучиться с этими гарнизонами. И сделала себе здесь марионеточный Китай. А насчет Кореи... КНДР осталась в тех же вот границах, как и в прошлый раз. Здесь образовалась вот такая вот Корея. О, эту же дамочку ведь посадили потом за коррупцию. Если не ошибаюсь, конечно. Марионетка Японии. Уйгуры хоть не стали независимы полностью, потому что... Ну, марионеткой являются Германией. Но они хотя бы не в составе Казахстана. Ну, своя страна все-таки имеется хоть какая-то. Меня, конечно, прям конкретно так позабавило. Так это вот не то, что Советский Союз находится в Туркменистане. Не то, что у него еще есть Таджикистан. Прямой контроль над этими землями. А то, что здесь сидит Зюганов. И опять коммунисты пришли к власти. Знаете, история реально повторяется. Даже в Хойке. Из-за того, что Советы внесли большой вклад в войну. Они сами по себе огромная страна. Также спонсировали Германию своими ресурсами. Из-за этого они накопили кучу очков автономии. Стали доминионом. И скоро, очень скоро они станут независимыми. Это 100%. И мы видим то, что в будущем может произойти опять восстановление Советского Союза. Это, походу, спойлеры. Серьезно. История реально может повториться. Только на этот раз, возможно, даже в Польше Советского Союза. Рехомиссариат Осланд, наша Беларусь. У нее забрали часть Польши. Польша стала мариинеткой Японии. Чехия также, мариинетка ее Хорватия до Боснии. И вот Англия тоже. Здесь, кстати, японец правит. Айден. Или, может, просто так выглядит. Ну, и такое бывает. Ого, у них, кстати, дивизия. 205. Нормально. А Зюганова, интересно, его просто, что ли, отпустили. Он начал Третью Мировую. Он же налетел тогда на Азербайджан. Уступил с Турцией. Турция улетела под Альянс. И все в итоге собрались в НАТО. И в итоге начали махаться Советским Союзом. Так что, виновник-то это Зюганов. И, походу, сбежал, что ли. Потом его простили. Я не знаю, как это здесь реализовано. Очень странно, но прикольно. Ладно, погнали дальше. Октябрь 65-го года. Ну, что здесь произошло за это время? Ну, кстати, на самом деле Пакистан-то высвободился. И Белджистан тоже уходит с салфитов. Это была, скорее всего, тогда просто оккупация. Чад, кстати, он не то, что не может здесь отбить восстание. И меня такое количество дивизий... Оу, он, скорее всего, истощается, да? Да нет, чего не такое тут? Организация маленькая. Но салфиты каким-то образом оказались здесь. На непроходимой территории. Да, такое бывает. Кстати, по альянсам, здесь Содружество не утратило полностью своих членов. Оказывается, что Конголейское движение за демократию возглавляет Содружество. И все, тут, на самом деле, она одна в этом альянсе находится. Зачем, правда? Ну, вступила, значит. Война ведется. Ну, куда деваться. Может, получится восстановить своих союзников, да? Может быть, подготовка армии. Ну, тут он готовится прям конкретно. И разве что его достать не могут, потому что Конга является буфером. Насчет Японии, кстати, она же ведь замаринтила эту все-таки Австралию. А Новая Зеландия находится под властью Франции. Индонезия независимая. А Малайзия, это у нас Италия. Кстати, Вьетнам тоже японский. За эти пять лет почти ничего не произошло, поэтому давайте сразу прыгаем дальше. Итак, 2077 год. Мы его получили. Добрались. Наконец-то и что хочется подметить в первую очередь. Так вот, Советского Союза больше нету. Есть Евразийская империя. Пришли к власти националисты. Андрей Савельев, если быть точнее, партия Великая Россия. Что-то многие страны под контролем Германии, которые находятся, они вдруг получают националистов власти, кстати. Ангела Меркель здесь больше нету. А вот Зюганову в 21-м году 77 лет, значит в 77-м у него будет где-то больше 130 лет. И сейчас он, скорее всего, уже умер. Но как бы все равно он больше сотни прожил. Ну, понятное дело, уже будущее, как бы, седьмой десяток идет. Поэтому всякие импланты, плюс медицина уже хорошая. Само собой, больше 100 лет здесь люди живут. Но мы его и Ангелу потеряли все-таки. А это у нас Симон Энгел. Нам Ангела нужно... А, ладно, Энгел тоже пойдет. В Индии, кстати, тоже к власти пришли националисты. И у них тут даже есть свой альянс. Азиатский называется. И в этом альянсе находится только Индия и еще Каренское государство. Это вот этот вот мелкий огрызок. Ну, это вообще часть должна быть Мьянмы, но, походу, уже индусы не отдадут Мьянме эти земли. А Китай у нас в итоге вышел вот таким вот. Кстати, здесь дамочка какая неплохая правит. Воу. И это он является, кстати, доминионом Японии. Да, крупные страны тяжело держать под своим контролем. А конкретно под меньшей автономией. В итоге, как Россия, так Китай будет потихонечку повышать уровень своей самостоятельности. И потом просто станут независимыми. Но это будет очень-очень поздно. Хотя, если сейчас зайдем из-за России... А, хотя, смотрите-ка. А Россия... А, ей всего лишь нужна политвласть. Ну, тогда мы сейчас берем ОП и добавляем эту политвласть. И теперь... А, еще 6 не хватает. Ю. ОП. А, да. Все, получилось. Она теперь независима, но все еще состоит в Европейском Союзе, я так понимаю. Поэтому цвет принимает европейский такой. Но при этом, конечно, она независима. Ну и в НАТО все равно находится. С Китаем здесь, скорее всего, примерно такая же тема. И остальных это тоже касается. Чем крупнее страна, тем ей проще стать независимой. Ну и вот то, что мы имеем в 2077 году. Здесь победила у нас демократия. Правда, в этом НАТО не только демократы состоят. Но, тем не менее, да, здесь НАТО победило. Одно из двух. Не забываем, у нас было еще и второе НАТО. Если вы хотите видеть больше подобных монтажиков, то предлагайте также свои идеи в комментариях, каких модах вы хотите, чтобы я такое провел. До каких дат доиграть? Ну, не так, что прям там тысячи лет. А в пределах разумного. Потому что чем позднее, тем меньше событий интересных происходит. Поэтому первая часть всегда более короткая. Потому что там больше событий. А второй половине событий меньше, поэтому и больше обхват дат. Я хочу в следующий раз сыграть в Old Europe 1300. Годиков так сто промотать. Также две части сделать. И посмотреть уже, как будет мод на средневековье. Показывать себя в течение ста лет. И что в итоге получится. Ну и, конечно, я рассмотрю и ваши идеи тоже. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно колокольчик, чтобы больше не пропускать наши видео. И не рассчитывать на рекомендации Ютуба. Скачивайте моды на русском языке нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене. Или просто делитесь интересными моментами. Кстати, Россия все-таки поменял цвет свой на красный. Вышла из Европейского Союза. Она-то как была, так и осталась. Это тоже вопрос времени, скорее всего. История ведь повторяется. Ну и играйте в мультиплеерные партии. Или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде. Посылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро. Спасибо большое за просмотр. До встречи.